Международный конкурс пианистов имени Фредерика Шопена проходит в Варшаве уже почти 100 лет. Это уникальный конкурс, целиком посвященный творчеству одного композитора, величайшего польского композитора Фредерика Шопена. Каждые пять лет пианисты со всего мира приезжают в Варшаву, чтобы бороться за звание лучшего шопениста своего поколения. Конечно, участие в конкурсе – это неимоверная проверка нервов, но, что более важно, это возможность продемонстрировать свой талант миллионам зрителей со всего мира и, наконец, прекрасная возможность начать ошеломляющую карьеру глобального масштаба. Польша восстановила независимость в 1918 году. Вскоре после этого, в 1925, по инициативе пианиста и педагога Ежи Журавлева родилась идея организации международного конкурса Шопена. Первый конкурс состоялся в 1927 году в красивом здании Варшавской филармонии. В конкурсе приняли участие 26 пианистов из восьми стран. Среди них был 20-летний Дмитрий Шестакович, представляющий Советский Союз, который, впрочем, не получил ни одной награды. Победил другой советский пианист Лев Аборин, а второе и третье места достались представителям Польши Станиславу Шпинальскому и Руже Эдкин-Машковской. Участники конкурса занимались в частных домах состоятельных жителей Варшавы, так как организаторы первого конкурса не предусмотрели достаточного количества классов для занятий. Это упущение никогда больше не повторилось. Второй конкурс состоялся в 1932 году. Одним из членов жюри был великий польский композитор Кароль Шимановский, в то время как почетным гостем жюри был специально по этому случаю приехавший из Франции Марис Равель. Во втором конкурсе победил Александр Унинский. Последний довоенный конкурс имени Шопена состоялся в 1937 году. Тогда впервые среди участников появились хорошо известные теперь своей любовью к Фредерику Шопену японцы, вызвавшие сенсацию. Первая премия досталась Якову Заку из Советского Союза. Польский пианист Витольд Малцужинский занял третье место. К счастью, конкурс оказался началом его прекрасной карьеры. Вторая мировая война вызвала длинный, 12-летний перерыв между конкурсами. В результате военных действий Варшава была почти полностью разрушена фашистами. Уничтожено было издание Варшавской филармонии. Многие польские пианисты и педагоги погибли или эмигрировали. Первый послевоенный конкурс состоялся в 1949 году, когда весь мир отмечал столетие со дня смерти Фредерика Шопена. Прослушивания четвертого конкурса проходили в популярном театре Рома, который пережил пожары войны. Первые премии экс-эква получили Халина Черно-Стефанская из Польши и Белла Давидович из СССР. В 1955 году было открыто новое здание Национальной филармонии, которое было построено на месте той, разрушенной во время войны. Пятый конкурс, как и все последующие, проходил там. Победил польский пианист Адам Харасевич. Второе место занял Владимир Ашкенази из СССР. Третье – китаец Фуцонг. Конкурс в 1955 году был не только большим художественным событием, но и светским. К прослушиваниям прислушивалась любящая музыку королева Бельгии Елизавета. Шестой конкурс состоялся в 1960-м, в год Шопена, организованном под патронатом ЮНЕСКО, в честь 150-летия со дня рождения композитора. В этом году жюри было самым многочисленным в истории. В его состав вошло 36 человек, в том числе Надя Буланджи и Витольд Малцужинский, а также Артур Рубинштейн в качестве почетного члена. Шестой конкурс оказался удачным для Италии. Победил очень молодой, 18-летний Мауридсио Поллини. Конкурс Шопеновский закончен. Жюри закончил свою работу. Вердикт выдан. Первая награда – 18-летний Мауридсио Поллини. Его интерпретация музыки Шопеновской будила згодный подив уже от первого этапа. По разу первый пианиста Влоски сдобыл эту трудную и зашчетную награду. Следующий, седьмой конкурс в 1965 году отличался необычным началом, потому что на инаугурации исполнены были произведения современных польских композиторов Казимежа Сиротского, Витольда Шаленека, Тадеуша Берда и Кароля Шамановского. В третий раз в истории конкурса торжествовала женщина Марта Аргерих из Аргентины, которая чуть не выбыла из состязаний, потому что попыталась сбежать из филармонии как раз перед своим первым выступлением. Восьмой конкурс в 1970 году выиграл Гарик Олсен из США. Вторая премия досталась Ницука Утида из Японии. Третья – поляку Петру Полечному. В 1975 году многочисленная польская публика приходила, чтобы поддержать соотечественника Кристиана Циммермана. Слушатели не были разочарованы. Циммерман на девятом конкурсе занял первое место и получил почти все дополнительные премии. Следующий конкурс состоялся в 1980 году в атмосфере растущего политического напряжения. В Польше это был период солидарности и больших надежд на падение коммунизма. В конкурсных состязаниях победил, наконец, Данг Тхайшон из Вьетнама, который в финале конкурса впервые в жизни выступил с симфоническим оркестром. Данг Тхайшон получил также экс-эква с Эвой Поблотской премию за лучшее исполнение мазурок и экс-эква с Татьяной Шибановой премию за лучшее исполнение полонеза и концерта. Большой скандал был вызван фактом, что к финалу конкурса не был допущен Ива Погорелич. В знак протеста Марта Аргерих покинула жюри. В 1985 году Станислав Бунин из СССР выиграл 11-й конкурс. В 1990-м на 12-м конкурсе первая премия не была присуждена. Вторая досталась Кевину Кеннеру из США. Конкурс посетили сразу две коронованные особы. Испанская королева София и Фабиола, королева Бельгии. В 1995 году вновь к большому разочарованию слушателей и участников конкурса первая премия не была присуждена. Филиппа Джузиана из Франции и Алексей Султанов из России получили вторую премию экс-экво. Жюри 13-го международного конкурса пианистичного им. Федерика Шотена решила не признать первой награды признать две вторые награды для Алексей Султанов и Джузиану. 14-й конкурс в 2000 году выиграл китаец Юнь Ди Ли, который в одночасье стал национальным героем на своей родине. Пять лет спустя героем в своем отечестве стал польский пианист Рафал Блехач. Он также, как когда-то Кристиан Циммерман, получил почти все специальные премии. Первую награду отримает номер пять, номер пять, Рафал Блехач. Первый прайс Рафал Блехач в поле. 16-й конкурс состоялся в 2010 году, когда весь мир отмечал 200-летие со дня рождения Фредерика Шопена. Это был первый конкурс, организованный Национальным институтом Фредерика Шопена. Молодые пианисты искали вдохновение в открывшемся музее Фредерика Шопена и в прекрасном парке окружающем дом, в котором родился Шопен в Железовой Воре. Лауреатами юбилейного конкурса стали Даниил Трифонов, Ингольф Вундер, Лукас Генюшес и обладательница золотой медали Юлианна Авдеева. Субтитры создавал DimaTorzok Семнадцатый конкурс в 2015 году стал самым медийным из всех. За состязаниями по телевидению, радио и прежде всего по интернету следило рекордное количество зрителей более 31 миллиона человек. Победил кореец Чо Сон Чжин. Не секрет, что россияне очень любят музыку Фредерика Шопена. Секретом также не является то, что Россия подарила миру целую плеяду отличных пианистов. С самого начала конкурс имени Шопена был магнитом, который привлекал их в Варшаву. В столице Польши они завоевывали успех, и для многих победа на конкурсе стала началом замечательной мировой карьеры. Невозможно перечислить всех из них, поэтому вспомним хотя бы нескольких. Белла Давидович, Дина Йоффи, Владимир Ашкенази, Юлианна Авдеева и Даниил Трифонов. С самого начала конкурс имени Шопена дает также возможности представиться ведущим мировым музыкальным критиком, в чем убедился уже победитель первого конкурса Лев Аборин. Один из критиков после его конкурсного выступления писал, Аборин является прирожденным пианистом. Его Шопен иногда завуалирован и как будто окружен туманной дымкой какого-то колдовства, но при необходимости он появляется со своей силой и мощью. Каждый конкурс имени Шопена это большой праздник для любителей музыки. Каждое состязание это шанс открыть новых великих артистов. Это незабываемые впечатления, которые навсегда останутся в вашем сердце и памяти. Что принесет нам 18-й конкурс? Скоро узнаем. Уже в октябре 2020 года. Спасибо.